Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов и сейчас мы долго и интересно поговорим с Лианой Джоджуа. Уже завтра она выступит на турнире UFC 254, а 7 дней назад ей пришлось пережить очень нервный перелет до Абудаби. Обсуждаем впечатляющие формы ее будущей соперницы, знакомимся с дикими предложениями, поступающими Лиане в директ и узнаем, задевает ли ее то, что некоторые девушки-бойцы могут стать очень популярными, даже имея отрицательный рекорд. Перед началом интервью обязательно зарядите этот ролик пальцем вверх, ну и подписывайтесь на наш канал, ведь уже завтра я схожу на турнир UFC 254 и покажу вам, как это все выглядит изнутри. Обещаю, тут будет куча интересного контента. Всем приятного просмотра! Как выглядел твой перелет сюда? Потому что там я видел, что вы спали где-то в аэропорту, там порядка 12 часов или 10 часов, что это было? Как это выглядело? Это выглядело вообще ужасно. Ну, в общем, мы вылетели из Грозного в Москву, в Москве пробыли там, ну, буквально, может, часов 5. В общем, и потом, после мы полетели в Каир, а в Каире нас уже задержали на 12 часов и не отдавали паспорта при этом. Я вообще в шоке была от того, что, ну, вообще в целом о ситуации, потому что, как так, 12 часов мне паспорт не хотят возвращать, я начала с ними ругаться, я говорю, верните паспорт, я хочу выйти, покушать, поспать, ну, каково это, мы больше суток, то есть, в дороге. Они ни в какое говорят, что мы тебя депортнем, если отдадим паспорт. Я настолько злая была, я говорю, мне все равно, что вы сделаете, я говорю, давайте сюда мне обратно паспорт, я говорю, делайте, что хотите. В общем, я доругалась с ними, они мне вернули паспорт, мы вышли оттуда, вот, в итоге ничего не нашли и спали на этих... Ну, я так вместе лавочки две поставила в аэропорту и между ними спала, вот, ну, ничего, весело зато было, на всю жизнь запомню эту поездку. Я помню, ты говорила после последнего боя, что если тебе дадут бонус 50 тысяч долларов, то ты сможешь купить себе квартиру. Это план, который тебе удалось реализовать или все-таки нет? Не-не, пока что не удалось реализовать, 50 тысяч пролетели мимо меня, вот, ну, ничего страшного, для меня главная победа. Просто буду ли я копить долго и потом ее куплю или бах, мне там сразу на голову рухнут эти деньги, я ее куплю сразу. Ну, конечно, приятно, когда все быстро происходит и все налаживается очень быстро, но ничего страшного, я иду к своим целям и медленно коплю на это. Поэтому ничего страшного нет в этом. Насколько сейчас твое, так скажем, бытовое положение сильно зависит в финансовом плане от того, берешься ты или нет? То есть, насколько тебе необходимо, там иногда будет, или сейчас, может, есть, принимать бои, когда ты не слишком в хорошей форме. Нет, у меня такого нету, чтобы я из-за денег дралась и так далее. Конечно, ну, деньги лишние не бывают, и вот я там коплю там на недвижимость, но чтобы я из-за денег там приняла бой, который там, условно говоря, у меня, я знаю, что мало шанса выиграть и так далее, такого точно нету. То есть, я дерусь, потому что я хочу, но явно не из-за денег. У меня, в принципе, всю жизнь, мне всегда помогал мой отец, он меня всю жизнь обеспечивала, я не работала никогда. Может быть, у меня там, я никогда не шиковала, но не было такого, чтобы я нуждалась или голодала или что-то такое, то есть, ну, я не бегу за деньгами, это уж точно, вот. Ну, деньги, которые я зарабатываю с боев, я их коплю, коплю и хочу обустроить свою дальнейшую жизнь, так скажем. Ты вторая русскоговорящая девушка по количеству подписчиков в Инстаграме, по-моему, обгоняет тебя только Валентина Шевченко. О, это чемпионка, естественно. Вот, и, ну, мы знаем, что девушки в свой директ, девушки-бойцы получают обычно, как правило, очень много разного... Я даже не захожу уже туда, я особенно перед боем вообще, то есть, директ, даже с людьми, которыми я общаюсь, мне иногда трудно бывает им отвечать, мои друзья бывают обижаются на меня, куда ты пропала, не отвечаешь, еще что-то, вот. А тем более там читать и, ну, людям, которых ты не знаешь, отвечать, это вообще очень крайне редко, поэтому для этого и существует менеджер, с которым нужно связаться, если у вас что-то серьезное, написать ему, а так, чтобы познакомиться с кем-то, просто пообщаться. Ну, такое количество людей пишет в директе, что, ну, нереально разобрать и отвечать всем, это реально очень сложно. Ну, и плюс много неадекватов пишет, естественно. Вот самая дичь, которую ты могла запомнить из того, что тебе писали в какой-то из этапов, хочется, прям удивила и врезалась в голову. Самая дичь, ну, столько дичи бывало, я даже не знаю, что выделить оттуда, я не знаю, там, типа, не знаю, врежь мне в одно место, там, даже готовы заплатить за это, я думаю, что с вами не так, пацаны, просто. Ну, просто, ну, какие-то, я не знаю, очень часто извращенцы какие-то пишут, и я стараюсь реально не читать, то есть, меня это очень сильно как-то пугает, я не хочу вообще это читать. Ну, бывает очень смешно, некоторые голосовые сообщения отправляют там, ну, бывает, ну, дичь какая-то, бывают реально смешные сообщения, что, ну, я на это обращаю внимание, там, например, один раз мне парень прислал голосовое сообщение, Ля, ну, вы мне сделали болевой на сердце, я просто чуть не умерла со смеху, и в этот момент как раз мои друзья вместе были, ну, бывают такие забавные моменты, но бывает какая-то дичь. Ты дерешься с Мирандой Маверик, и когда смотришь на некоторые ее фотографии, то может сложиться такое, знаешь, вот стереотипное мышление, ну, как работает, типа, ой, там, вот этот спорт делает, там, из женщин мужчин, и все такое, но вот когда ты смотришь на ее фотографии, вот какое у тебя складывается впечатление? Когда мне прислали ее шердок с фоткой, и говорят, вот это твоя соперница, ты будешь с ней драться, я на них смотрю, думаю, о, боже мой, офигеть, она машина, она реально машина такая вообще, ну, маленькая, коренастая, просто такой мини-Тайсон, короче, я не знаю, тебе еще добавить. Ну, конечно, я такая, ну, нормально, нормально, начала отправлять своим тренерам и так далее, ну, я знала, кого бы мне ни прислали, я нет, не скажу, конечно, но все же я отправила своим тренерам, чтобы они, ну, дали мне добро на это, вот, ну, так, конечно, я когда ее фотки смотрела, думаю, мощненькая такая девочка, но на самом деле, в принципе, у меня в дивизионе и вообще в целом в UFC все девочки очень мощные, очень высокого уровня, и просто я на их фоне, ну, не выгляжу такой накаченной, то есть у меня там прослойка жира больше, и рельеф у меня не так видно, например, как у той же Маверик и так далее, но я считаю, что внешность точно не главная, особенно в спорте, это не влияет на исход боя, вот. Ну, у какого-то человека такое телосложение, у него виден рельеф, у другого человека там не виден рельеф, кто-то высокий, худой, кто-то маленький, коренастый, ну, все люди разные, на внешность у слова не нужно смотреть, я думаю. Вот в последнем бою Маверик вералась, по-моему, с Перл Гонзалес, это такая очень заметная девушка, но в том плане заметная, что многие очень отмечают, что, типа, она там своей популярности обязана не благодаря тому, как она выступает, а благодаря, там, своей внешности, об этом, в частности, Кертис Блейдс говорил, ну, почему-то, и он с ней, там, чуть ли не зарубался за эту тему, вот, раньше ты, я помню, говорила, например, про Анастасию Янкову, что она популярна, там, не благодаря тому, что она в спорте, каких-то очень, там, серьезного уровня, а благодаря своей внешности, вот сейчас тебя могут как-то задевать такие вещи из разряда, что, там, условно, Рэйчел Остович, там, может быть популярнее, чем Джессика Андрадо? Ну, зрительские симпатии, это тоже очень важно, то есть, мало того, что у тебя должны быть крутые бои, и ты должен нравиться зрителю, то есть, и визуально тоже, в том числе, вот, если ты ему понравился, да, то на тебя, ну, все больше и больше людей смотрят, ну, это тоже важно, на самом деле, и особенно говоря уже в женском ММА, и, конечно, я думаю, что, когда девушка симпатичная, на нее, естественно, гораздо больше людей подписывается, смотрит, следит за ее боями, насчет, как ее звали? Перл Гонзалес, ну, да, она не очень сильный боец, действительно, но она не то, чтобы симпатичная, она очень нестандартная, у нее, там, я смотрела ее инстаграм, она интересная, у нее яркий образ, она такая фриковая, интересная, ну, просто бывает еще, мало того, что внешность, еще и влияет, там, какой-то интересный, неинтересный, то есть такие факторы тоже влияют, и я думаю, что как раз-таки насчет нее этот фактор очень повлиял на ее популярность, и как боец, конечно, да, она такая, не очень, ну, и, в принципе, моя соперница, она тоже, несмотря на то, что она сильная, но она не популярная, и я смотрела на ее инстаграм, ну, не в обиду, она его не умеет вести, ну, если ты его не умеешь вести, я думаю, что тебе должен помогать менеджер, чтобы более-менее популяризировать тебя, чтобы ты был более интересен аудитории, вот, я думаю, ей над этим стоит поработать. Ты знаешь, такой трешток 2020 года, там, ты не умеешь вести свой инстаграм. Нет, нет, это я просто как совет хочу дать, потому что, ну, она действительно неплохой боец, и, ну, я бы не сказала, что она внешне не симпатична или еще что-то, просто, я думаю, ей нужно правильно вести свой инстаграм, вот, это. Ну, просто я смотрю, она много времени ему уделяет, она очень много публикаций делает и так далее, то есть, ну, не так, чтобы она его забросила, ей неинтересно, ей это интересно, просто она не умеет это правильно преподносить, правильно делать, и я думаю, это вот зависит, от этого зависит популярность некоторых, как раз-таки, девушек в ММА. Это твой третий бой в UFC, второй бой в 57 килограммов, и раньше ты говорила, что тебе было бы, ну, прикольно тебе подраться с Надей Касем, например, да, потому что многие сравнивают вас. Ну, ее, да, уволили сейчас. А есть ли сейчас 57 килограммов, вот, на кого ты смотришь, и с кем бы тебе было интересно подраться? Честно говоря, я смотрела на некоторых девочек и думала, в принципе, после боя можно сделать некоторым из них, ну, типа, предложение, чтобы подраться, а потом я смотрю, вот, буквально позавчера, им уже всем бои дали, я, ну, очень быстро всем бои что-то дают, и я прям, так сказать, не успела предложить свою кандидатуру, поэтому, ну, я сейчас решила, что все-таки не буду заглядывать вперед, главное выиграть, а там уже как пойдет, ну, и тем более матчмейкинг, UFC, я думаю, действительно хороший, вот, они подбирают соперниц по уровню, по интересам, по аудитории и так далее, ну, и я, мне действительно нравится, как работает их матчмейкинг, и, в принципе, я думаю, не буду никого вызывать, тем более, когда я вызвала Надю Касем, она так на это очень негативно отреагировала, мне прям, ну, неприятно стало, то есть, ну, она могла сказать, типа, просто нет, или еще что-то, а она там начала меня оскорблять, типа, бичи, я думаю, ты чего там, не попутала ничего? Это типа как треш-ток, получается, может быть, она там была заинтересована? Ну, если ты мне, ну, хочешь треш-ток, а тогда согласись на бой, ну, и мы дальше с тобой развяжем этот бой, а она слилась с боя, еще и меня начала оскорблять, я думаю, ты чего вообще, как-то странно, поэтому я решила, что все-таки не, я не буду, вот, посмотрим, кого мне дадут после боя, может, мне кто-то вызовки, никто его знает, посмотрим. В плане медики, я просто думал, вот, типа, бой с той же Рэйчел Остович тебе не был бы интересен? Ну, не знаю насчет Рэйчел Остович, мне хочется чуть-чуть поближе уже к топам, конечно, подходить и уже, ну, начинать, если я выиграю этот бой, моя соперница выше меня в рейтинге, где-то на один строчке, если я не ошибаюсь, и, в принципе, меня это уже приблизит к топам, я бы, конечно, хотела уже драться с девочками из этого списка, вот, если получится, а Рэйчел от этого, честно говоря, очень далека, ну, она как раз-таки популярна из-за своей внешности, тут можно прямо сказать, вот, но просто не то, чтобы она умеет свой инстаграм вести и так далее, ну, больше, конечно, мужская аудитория, она привлекает большой грудью и такими откровенными фотографиями, в принципе, она для этого ее и сделала, скорее всего, но это, как бы, личное дело каждого, ну, вот, ее устраивает, что на нее смотрят, вот, как на такой объект, то есть, ну, меня такая популярность, честно говоря, я далеко не устраивала бы, я бы могла выставлять фотографии такие, но, я не знаю, я точно не хочу себе такую популярность, чтобы на меня, как на мясо смотрели, ну, каждому свое. Последнее, что я хотела проговорить, вот, Пейдж Манзан, ты давно перешла в бои на голых кулаках, ты бы могла себя представить в какой-то такой истории? Нет, нет, не особо себя представляю это, ну, как раз-таки в России это тоже начало набирать обороты, и первый женский бой на кулаках был моей подруге, и, в общем, я выставила это к себе в истории, моя мама этого увидела, которая с ней дралась, тоже Катя, головатоя, вот, мы с ней вместе учились в университете тоже, подруга моя, вот, и на соревнования тоже выходили, ну, в общем, она подралась, вообще, нереально крутой бой был, я выставила все это в истории, у них, по-моему, ничья была, вот, и моя мама это увидела, ну, она знает Катю, и пишет мне, у нее что, вообще мозгов нету, она что творит, зачем она вышла, она не думает о своем здоровье, она так ругаться начала, хотя это, ну, моя подруга, ну, не я же, да, я поняла, что если я это попробую, моя мать просто меня убьет, она, вот, я не дойду до ринга, она меня сама на голых кулаках убьет, короче, поэтому об этом я точно не думаю, вот, моя мама мне не разрешит точно, не хочу, чтобы у нее инфаркт был, поэтому, она и так еле-еле смиряется с ММА, хотя у нас тут, и перчатки, и так далее, но все-таки жестокий вид спорта, но на голых кулаках она, не, я не хочу так сильно травмировать свою мать. Она будет смотреть твой бой в прямом эфире? Прошлый бой она смотрела в прямом эфире, первый раз это было, вот, ну, я, честно, я была уверена в своей победе, конечно, и, в принципе, я знала, что, ну, не будет ничего страшного, я отправила своим родителям прямой эфир, типа, смотрите, вот, сейчас, я думаю, тоже им отправлю, я тоже уверена в своей победе, несмотря на то, что букмекеры вообще в меня не верят, но ничего страшного, когда в меня не верят, я уверенно выигрываю. У Спорт24 появилось новое приложение, там вы сможете следить за мной и за всеми остальными бойцами. Ключевое за мной.